Почему вы считаете Абрека Зелимхана героем? Он ведь убил родственника из-за женщины и проставился тем, что грабил банки. Вот видите, это тоже хороший вопрос. Потому что банки он грабил оккупанта. Понимаете, вот наша разница. Вот если бы, допустим, мы жили бы в своем собственном государстве, и у нас кто-то грабил бы банки, он для нас был бы бандитом. Однозначно, никакой популярностью он бы не пользовался. Но благодаря тому, что мы находились в оккупации, и он грабил банки оккупанта, а любой вред, который наносится стране оккупанту, он у нас воспринимался на ура. И мы таких людей, мы их сразу возносили, то есть они пользовались уважением. Чем больше ты причиняешь вред стране оккупанту, тем большим уважением ты пользуешься в народе. И вот этот как раз тот самый феномен, мы воспитаны именно на таких убеждениях, что любой урон, который ты нанес государству, Советскому Союзу, Российской Федерации, неважно, за это тебе респект. Вот и Абрек Зелимхан, и многие другие, кто даже уже после развала Совка, когда в Москве были вот эти чеченские группировки криминальные. Вот любые криминальные группировки России, это были криминальные просто группировки, а чеченские, они для нас были тоже героями, потому что они вред весь наносили оккупанту. Так строится мышление оккупированного народа, и оно правильно так строится, так и должны воспитываться те народы, которые находятся в оккупации. Иначе не будет стремления к освобождению. Субтитры сделал DimaTorzok